Здравствуйте, друзья! Я не случайно оказался среди рельсов и шпал. Все дело в том, что наше следующее путешествие связано с железной дорогой. В районе станции Шумково, Пермского края, есть железнодорожный тупик. К нему ведет колея с рельсами, прямо поверх которых проходит грунтовая дорога. Что же может быть интересного в неведущей никуда железнодорожной ветке? Все дело в том, что этот тупик особенный. Здесь находится заброшенный отстойник с десятками выведенных из эксплуатации старых паровозов, превратившийся в своеобразный музей под открытым небом. Чтобы до него добраться, нужно проехать около двух километров по заросшим высокими травами лугам вдоль берега реки Сылова. Плотно укатанное колея свидетельствует о том, что объект довольно популярен, и его активно посещают. Так уж сложилось, что мы сумели попасть в эти места только к вечеру. Солнце вот-вот собиралось скрыться за горизонтом, да и вся команда порядком устала от проделанной в тот день дальней дороги. И мы приняли решение остановиться на ночевку на берегу Сыловой. В конце концов, ведь до завтра паровозы никуда не уедут, и было бы как минимум странно не воспользоваться для отдыха таким чрезвычайно уютным местом. У неглубокой теплой речки с чистой и прозрачной водой. На утро, свернув палатки, нам оставалось проехать всего каких-нибудь несколько сотен метров до железнодорожной ветки, на которой вплотную один к другому стоят покрытые ржавчиной экспонаты. Пожалуй, немного найдется на нашей планете мест, где можно одновременно увидеть такое количество ржавых железных монстров. Отслужившие свой век паровозы стали сгонять сюда в середине 70-х годов. Тогда они были еще в исправном и рабочем состоянии, просто утратили актуальность в связи с приходом им на смену более современных локомотивов. Поначалу база охранялась, как хранилище особого резерва, и так просто сюда было не попасть. Сами паровозы проходили регламентное обслуживание, и их котлы регулярно протапливались. Говорят, что еще совсем недавно здесь было около 50 паровозов. К сожалению, мы смогли насчитать только 17. Но, несмотря на это, здесь и сегодня есть на что посмотреть. Объект оказался настолько интересным, что вся команда, побросав квадроциклы, разбежалась по паровозам. Что ж, я тоже последую их примеру. Кабину, из которой осуществляется управление паровозом, согласно железнодорожной терминологии, принято называть будкой. Но, честно говоря, язык не поворачивается применять столь неуважительное наименование. Это самое настоящее царство механики и гидравлики. И обратите внимание, совершенно никакой электроники. Для человека, не посвященного в таинство паровоза вождения, очень трудно подыскать хоть какие-нибудь аналогии с привычными нам транспортными средствами. И вряд ли вообще возможно запустить эту машину, и уж тем более тронуться с места. А если учесть, что в работающем паровозе температура перегретого пара достигает 425 градусов, а давление переваливает за 20 атмосфер, любая ошибка может привести к взрыву котла. Здесь такое количество рычагов, вентилей и переключателей, что возникает ощущение невероятно сложной машины, для управления которой нужна, наверное, такая же квалификация, как у летчика-космонавта. Довольно забавно наблюдать со стороны за тем, как, в общем-то, взрослые люди, по всей видимости, в детстве не наигравшиеся в паровозики, приходят в восторг при возможности покрутить и подергать разные железные штуковины, назначение которых им по большей части неизвестно. Да, впрочем, это не так уж важно. Многие детали сохранили подвижность благодаря тщательной смазке. Заглянув под крышку буксы, мы видим вполне еще живые подшипники. А огромные чугунные колеса выглядят так, будто готовы хоть сегодня тронуться в путь. В прицепленных к паровозам тендерах можно найти остатки топлива, хотя за долгие годы на этих угольных кучах уже успели вырасти тонкие березки. Больше всего здесь паровозов серии «Эл». Их можно распознать по полустертым буквам на борту, которые появились в его названии не случайно, в честь конструктора Льва Сергеевича Лебедянского, начавшего разработку проекта еще в годы Великой Отечественной войны и наладившего первый выпуск к лету 1945-го. Это был, пожалуй, самый распространенный на дорогах Советского Союза магистральный грузовой локомотив. Мощный, быстрый и, насколько это возможно для паровоза, экономичный. Всего было построено больше 4000 таких машин, ласково именуемых железнодорожниками «Лебедянка». Люк на фронтоне украшала пятиконечная звезда, в центре которой располагался барельеф с изображениями руководителей СССР, Ленина и Сталина. После 1956 года, точнее после 20-го съезда КПСС, символизирующего конец эпохи культа личности, этот центральный элемент удалили со всех паровозов. К сожалению, сегодня безвозвратно утрачены не только барельефы вождей, но и еще много важных деталей. Фары разбиты, приборы пропали, да и котлы во многих местах проржавели насквозь. Печальное зрелище. Но несмотря на то, что за долгие годы отстоя паровозы серьезно пострадали от коррозии и разграблены вандалами, они сегодня впечатляют своей мощью. И мы считаем, что эта точка на карте, которую иногда называют кладбищем паровозов, вполне заслуживает того, чтобы ее посетить. Во всяком случае, для тех, кто не боится испачкаться, соприкоснувшись с историей. Ту-ту! Стоянка старых паровозов. Почувствуй себя машинистом. Пожалуй, одна из самых известных и посещаемых уральских пещер находится в районе города Кунгур. Это одна из крупнейших карстовых пещер европейской России. Суммарная протяженность ходов около 6 километров. В пещере насчитывается 58 гротов и 70 подземных озер. На первый взгляд может показаться, что озера эти мелководные. Но на самом деле их глубина достигает 5 и местами даже 7 метров. Просто вода в них очень прозрачная и чистая. Она фильтруется, проходя через толщи известковой породы, как снизу из речки Сылвы, так и сверху, поступая с поверхности по природным вертикальным карстовым колодцам, которых здесь около полутора сотен. Наверное, поэтому их часто называют органные трубы. Вода просачивается через толщу грунта и гипса очень медленно, и капли, которые можно поймать ладошкой, представляют собой в буквальном смысле прошлогодний дошки. Несмотря на то, что название пещеры звучит очень грозно, Кунгурская ледяная, не тающий лед есть только в первых ближайших к поверхности гротах. Он образовался в результате естественного дыхания пещеры, зимой вдох, летом выдох. А для того, чтобы до следующей зимы лед не растаял, вход в пещеру наглухо закрывается специальными воротами, и нам нужно поспешить покинуть подземные лабиринты, не отстав от группы, чтобы не постигла участь печально знаменитого героя Марка Твена, индейца Джо. Красивый вид из окна стоит дорого. Порой доплата за него достигает трети от стоимости недвижимости. К счастью, это не касается нас, живущих в палатках. Ведь мало того, что мы вообще ничего не платим, так еще и можем менять эти пейзажи хоть каждый вечер. Мы разбили свой лагерь недалеко от Камского устья, в Татарстане, в несуществующем ныне селе Богодухово. И, честно говоря, приехали сюда именно за этим впечатляюще красивым видом. С высокого холма открывается роскошная панорама окрестных полей, среди которых на берегу реки Сухая Улема одиноко стоит заброшенный храм. Когда-то здесь располагалось крупное село. В начале 20 века в нем насчитывалось около сотни дворов и проживало больше 700 жителей. После революции Богодухово переименовали в Чернышевку, а потом довольно скоро оно повторило судьбу многих неперспективных населенных пунктов. И теперь найти его на карте можно под именем Урочище Чернышевка. Каменная церковь, согласно архивным данным, была построена в 1855 году на средство местной помещицы Александры Сергеевны Левашовой. На первый взгляд она не представляет собой ничего уникального. Даже в ближайшей округе существуют еще по крайней мере две церкви, построенные по такому же проекту. Подобные этому сельские храмы можно встретить и в Новгороде, Воронеже, Ельце и многих других городах России. Ну а нам он напомнил Преображенский собор Спасоскуйского погоста, стоящий посреди бескрайних топий Новгородской области, рядом с давно заброшенным и ставшим почти непроходимым Ракчеевским трактом. Размер, пропорции, элементы декора и даже конструкция шатровой колокольни, сложенной из кирпича, все говорит о том, что между этими сооружениями есть связь. И она действительно есть. Автор типового проекта – известный русский архитектор Константин Андреевич Тон, талантливый и невероятно продуктивный. В числе его работ – Большой Кремлевский дворец и Храм Христа Спасителя. Вокзалы и станционные здания Николаевской железной дороги и даже фасад лесного института в Санкт-Петербурге. Его считают родоначальником нового в то время направления храмовой архитектуры. Классические византийские формы были дополнены характерными деталями древнерусского деревянного зодчества, такими как окна с двойными арками, декоративные наличники и кокошники. Творчество талантливого проектировщика было очень по душе тогдашнему российскому императору Николаю Первому, страсть которого к армейской дисциплине и порядку распространялась на все сферы жизни государства. Не мудрено, что правительство поручило Тону разработку целого альбома типовых проектов для того, чтобы строящиеся во всей империи церкви придерживались общепринятого единого стиля. Чтобы осмотреть церковь с разных ракурсов, мы обходим ее вокруг и натыкаемся на холмик с остатками кирпичного фундамента, напоминающий о том, что здесь была барская усадьба. До сих пор еще сохранились остатки аллеи со старыми липами и пруд, окаймлявший дом с четырех сторон. Пруд, впрочем, как и родник, от которого он питается, заилился, зарос и превратился в болото, и воздух над ним наполняют голоса лягушек. Теперь остается только догадываться, как усадьба выглядела в свои лучшие времена. Но можно предположить, что вид из окна барского дома был очень красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова